В Якутии стартовала всемирная неделя грудного вскармливания и здорового питания. Специалисты дают консультации по актуальным вопросам. Сегодня участники мероприятия примут участие в общественных слушаниях. Продолжит Нергуяна Егорова. Сегодня, несмотря на многие исследования, нет замены грудному молоку. В республике ведется усиленная пропаганда грудного вскармливания. В городской клинической больнице работа в этом направлении началась в 2006 году, когда в роддоме открылись совмещенные палаты матери и малыша. Пять лет назад прошли первую аттестацию Всемирной организации здравоохранения и детского фонда ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». На сегодня этот статус присвоен трем больницам. В этом году планируется аттестация медцентра и Амгинской центральной больницы. Примечательно, что в стенах роддома города Якутска организована школа будущих мам. Школа, значит, переставляет собой не сезон, не оттек. Так, каждая беременна, которая желает отходить, мы никого не заставляем. Они сами приходят, посещают наши лекции. Лекция состоит из-за того, что мы учим про гигиену, про питание, что происходит в организме женщины за всю эту беременность. Отдельная тема по грудному вскармливанию, целая тема, насколько она важна и нужна для малыша. Первичное молоко, так называемое молозиво, полезно для новорожденного. Оно содержит высочайшую концентрацию белков, микроэлементов и жирорастворимых витаминов. Очень важно осуществить первое прикладывание ребенка к груди сразу после родов. Именно вот эта настройка, то, что именно грудное вскармливание поможет, даст все мне и ребенку моему. И вот первый момент прикладывания сразу после родов. Это не передать, конечно, словами. В рамках Всемирной недели грудного вскармливания и здорового питания в Якутске находятся руководители Европейского офиса ВОЗ, координатор программ по питанию, физической активности и вопросам ожирения Жоао Бреда и специалисты из Москвы. Это первая пища. Это естественное, данное природой, оптимальное питание. И в 21 веке считается, что грудное вскармливание – это самое лучшее питание, это золотой стандарт. Я буду говорить о том, насколько важно грудное вскармливание с позиции глобальной во всем мире и как это развивается в Российской Федерации. Завтра организаторы общественное движение «Матери России» и «Медики» обсудят проблемы и пути решения содействия грудного вскармливания и здорового питания на общественных слушаниях. Также в ресторане «Тагандархан» будут организованы выставки, презентации научных трудов по питанию населения, продукты блюд местных производителей, дегустация национальных блюд. Нюргуяна Егорова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.